Парковочные войны стали для города привычным делом. В городском округе Первоуральск 142 тысячи жителей. По статистике машина есть у каждого третьего, поэтому с парковочными местами весьма напряженно. Чаще всего транспорт оставляют прямо во дворах. Некоторые заезжают на газоны и детские площадки, а ведь за это предусмотрена административная ответственность. Штраф для граждан до 500 рублей, для юридических лиц до 20 тысяч рублей, для должностных лиц до 2 тысяч рублей. Чаще рискуют те, у кого в семье не одна машина. Во дворе тесно, а найти вожделенное место нелегко. Паркуются как придется. На Ильича 4А многие проезжают к стоянке напрямик через детскую площадку. Парковочные места они заезжают не через тросы, которые у них натянуты, а вот по этой дороге, вот так вот туда мы идем. Но это малая часть проблемы. Здесь появились мастера делать парковки своими руками. Всего ничего, привез щебенки и отсыпал место. Один житель именно так и поступил. Теперь ставит автомобиль на детской площадке. И соседей совсем не стесняется. Я подходила к человеку, который привез, не привез эту, который заказал эту щебенку. Он просто хамит, угрожает. Прямо прямым текстом он угрожает. В лицо шипит, что я тебя там то-то, то-то сделаю, чтобы окружающие не слышали. И вот на то, что я ему говорю, я говорю, дело в том, что здесь детская площадка, он говорит, а мне наплевать. Ирина живет в этом доме более 20 лет. Новый сосед заехал только летом и сразу начал устанавливать свои порядки. Сначала были все те же колья. Потом он срезал металлическое ограждение и нанял гастарбайтеров, которые обустроили парковочные места. Жильцы дома обратились с жалобой в прокуратуру. Впрочем, бывают случаи, когда жалобы подают, не разобравшись в намерениях соседа. Парковку начали делать. Соответственно, сразу начались доброжелатели, которые написали в милицию, написали в прокуратуру. Начинают сделать хорошее добро что-то. Меня по милиции уже потаскали. Пришлось все ездить, объяснять. Денис Котиков прошел массу инстанций. А ведь активисты просто хотели построить детскую площадку. Для этого нужно было убрать все машины, поэтому неподалеку организовали парковку. Когда все было готово, жалобы прекратились. А свободные места на новом паркинге быстро закончились. Тут не ездили. Детям не играли. Нет, конечно. Мертвая земля была просто. Все своими силами, все свои деньги. Конфликт разрешился мирно, но благополучно выйти из ситуации удается не всегда. Один из ярких примеров – стрельба на улице Вайнера у дома 33Б. Белые «Шевроле» обстреляли, когда машина стояла во дворе. Машина застрахована, но дело-то не в этом. То есть, получается, у меня двое детей. Кидают саморезы, стреляют в машину. Один ребенок 4 месяца. То есть, получается, вообще опасно ездить и жить. Получается, опасно сейчас. То есть, нужно бояться. Или как, я не знаю. Где защиты искать. Это однозначно, что мешаем только мы. Вот эти два места. Эти машины никто не трогает. На лобовом стекле три отметина от выстрелов из пневматического оружия. А стрелок до сих пор не найден. Это не первый инцидент во дворе на Вайнера. Ранее там была обстреляна еще одна машина. Парковочная зона Первоуральска стала зоной повышенного риска, где встретились две психологии – автовладельцев и тех, у кого нет машины. В такой ситуации остается призвать на помощь здравый смысл и помнить, что худой мир лучше доброй ссоры.